Дорогие деньчане, шановные совместительники, я так само, как и вы, жителька Донецка и гражданка Украины. Я люблю свое место, я люблю свою страну, я люблю Украину, но смотреть на страдания нашего народа уже не имеет никакого измена. Я прошу вас, просто откройте глаза на происходящее. Лично я хочу жить в стране, где свобода слова, демократия, права человека, верховенство права, это не просто простые слова, а руководящие принципы каждого человека. Я родился в Донецке, я живу в Донецке. Я хочу, чтобы каждый донечанин встал, подошел к зеркалу, глянул себе в глаза и ответил на такие вопросы. Что я вижу? Что вокруг меня? Я дал ответ на эти вопросы для себя. И вот что я вижу. Я вижу грязь. Я вижу ментовской беспредел. Я вижу беспредел прокуратуры. Я вижу продажных судей. В чем же причина? А причина в бандитской власти, которая сейчас занимает кресло. Президентские, парламентские, кабинеты министров, местных советов, местных исполнительных органов. Я не хочу жить в такой среде. Люди на Майдане, правый сектор, борются с донецкой мафией. Не с дончанами, а с донецкой мафией. Опасаться в Донецке стоит только тем, кто ассоциирует себя с этой донецкой мафией. Всем нам, жителям Донбасса, стоит объединиться с остальными жителями Украины на базе общечеловеческих интересов. Все мы думаем о будущем наших детей. Все мы хотим жить в правовом государстве. Все мы не хотим, чтобы нами руководил криминал. И это то, что позволит нам найти общий язык со всеми жителями Украины. Только нам для этого нужно почувствовать себя гражданами нашей страны. Наша страна Украина. Мы должны быть большими государствами и не позволить ее перетворить на кубку древних территорий. Мы должны поважать себя и быть смелыми. И я прошу всех дончан, всех, кто чувствует свое сердце, объединяйтесь, потому что вместе мы не победим. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!